Культ! 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 Орлот! Да, всё абсолютно верно. В прямом эфире радиостанции Киров-Градца. Начинается программа «Культ поход». Сегодня пятница, первое марта. И пусть ещё приход весны он не ощущается. Такая абсолютно зимняя атмосфера. Обстановка у нас за окном. Да, мы не тот регион, где у нас климатическая весна приходит сразу же первого марта. Но я думаю, что сегодня, благодаря нашему гостю, мы отправимся в те самые края теплые, где как раз весна-то вот она уже здесь и сейчас. Это будет одна из наших тем. Да, Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Приветствуем, и друг друга тоже приветствуем, и вас все-таки поздравляем, да, с наступлением. Меня уже поздравили здесь, да. Буквально через неделю будет светлый весенний женский праздник. То есть ощущения все-таки есть. Да, так что пусть вот этот факт того, что весна все-таки к нам пришла, пусть нам всем придает сил и энергии. Такой заряд какой-то бодрости. Ну и, естественно, напоминаю о том, что культпоход — это не только разговор с интересным гостем, но еще и викторина. Задавать вопросы, мы вам, слушатели, будем традиционно после 12.30, отвечайте, звоните 211-101 и получайте разнообразные призы. Ну и теперь будем представлять нашего гостя. Сегодня с нами в студии Алексей Торопов, директор Вятского палеонтологического музея. Здравствуйте, Алексей. Рады вас видеть. Здравствуйте. Давненько нам не представлялась возможность поговорить о происходящем в Вятском палеонтологическом музее. Наконец-то эта возможность представилась. Приход весны, он как-то по-особому ощущается. В музее вы, ваши коллеги. По крайней мере, сегодняшний день сильно ничем от вчерашнего не отличается. Поэтому пока не ощутим. По-честному. Просто конец рабочей недели. Я уже немножко упомянул о том, что будет возможность отправиться в теплые края, где весна уже наступила. Расскажите о том, что это будет. Что за мероприятие. Ну, на самом деле, март уже как таковой наступил. И, конечно же, в марте у нас ряд мероприятий для наших гостей, для гостей нашего музея. Они запланированы. И одно из мероприятий, но оно действительно такое несколько необычное, что ли, которое позволяет перенестись хотя бы и мысленно, и созерцая определенные фотографии в теплый южный регион нашей страны. И узнать, а как же этот регион, ну, вообще связан с палеонтологией. Но мы назовем его регион. Регион Крым, наверное. Конечно же. Крым. Да, это Крым. Потрясающее место. А как мероприятие само называется? Слушайте, я сейчас вот так немножко разволновался. Я могу подсказать. Передо мной сейчас компьютер. Я смотрю непосредственно сообщество ВКонтакте, Советского палеонтологического музея. Это называется фото-встреча. Она будет 23 марта. Все верно. Все верно. С 11 до 12 часов. Это будет встреча с научным сотрудником музея Владимиром Масютиным. Все верно. Все верно. Дело в том, что в далекие как раз, пожалуй, конец 90-х годов сотрудники музея достаточно часто выезжали вот в такие туристические экспедиционные туры, ну, вот как раз по горному Крыму и по, ну, в том числе и на побережье. Ну, соответственно, параллельно отдыхая и осуществляя тот или иной сбор материала. И с того времени, ну, действительно, накопилось большое количество фотографий, каких-то воспоминаний. И тут мы решили, а почему бы этим, ну, не поделиться с нашими гостями. Там будут фотографии с раскопов? Скорее, раскопов как таковых нет. Все-таки это же был маршрут, когда нужно было действительно пройти от одной точки там до другой. А, то есть это такие турпоходы, да? Скорее, да-да-да. Ну, конечно, обращая внимание на то, что находится у тебя под ногами. Поэтому тему палеонтологии совместно с туризмом мы, конечно же, на данной встрече раскроем и познакомим с ней наших гостей. Ну, возрастных ограничений, я так понимаю, нет на этой встрече. Могут абсолютно все. Все верно. И дети, и взрослые пожаловаться. А там велика ли коллекция? Это что, снимки? В фондах нашего музея хранится там порядка двухсот снимков. Вот как раз из... То есть на фотобумаге, да? Все верно. Добрые, как старые, добрые времена. Это не сейчас, как цифровая, да, фотография? Все верно. Ну, конечно же, все они из них оцифрованы. И большую часть из этих снимков, ну, а некоторые, они, ну, действительно, шикарные. Смотришь на них и понимаешь, что все-таки нужно выбрать время и это место, ну, в общем-то, посетить обязательно. Ну, то есть это такое, больше похоже на какие-то такие туристические встречи, вот как клубы путешественников, да, посмотреть какие-то места, можно себе записать, да, куда... Верно. Тем более, что такого формата я не помню, что он у нас был, и, ну, может быть, вот действительно эта встреча даст толчок, ну, какому-то новому вот именно формату, когда можно будет прийти и, ну, в таком узком, можно сказать, семейном кругу посидеть, пообщаться, повспоминать, позадавать вопросы и взять и повторить. А сейчас, простите, уж не могу не спросить, такое практикуется, когда сотрудника куда-то отправлять далеко-далеко, и вот он и снимки там делает, и собирает что-то. — Все далеко-далеко, это все относительно. На самом деле, что касается вот именно экспедиционной, например, как таковой работы, ну, мы уже планы на этот год выстроили, и если раньше, ну, не побоюсь этого слова, пожалуй, 90% времени вот экспедиционного мы проводили на территории вот всеми известного котельнического местонахождения. — Рядом с нами, с Кировом, я имею в виду, да, на территории нашего региона. — Более того, на территории Кировской области, я говорю, там порядка 70 точек, куда можно выезжать, выбираться и делать шикарные находки. И поэтому в этом году у нас уже запланирована экспедиция на неделю в Лебяжский район, а также с вооруженными силами. — Что именно в Лебяжском районе? — Там мы в прошлом году нашли мамонта, сочлененный скелет, не исключено, что... — То есть вы его до сих пор еще не извлекли? — Верно, придется нырять, он на дне реки как раз находится, поэтому тема следующая. — Лежит там такой, ждет, когда же за мной приедут. — Пусть мама услышит, пусть мама придет. Палеонтолог услышит. — Так, Алексей, я не ослышался, в Лебяжском районе на дне реки Вятки вы нашли мамонта остатки? — Ну, нашли волонтеры, обратили внимание на торчащие из берега, вот как раз со дна, какие-то образования, которые оказались как раз костями конечностей. — Позже там, не знаю, на какие-нибудь ветки или что-то там, бревно там, остатки какие-то, да, вот. — Если я не ошибаюсь, там к бедренной кости привязывали лодку, там остались вот следы от троса. — Наши предки. — Нет. — Или до сих пор это вот. — Не наши предки, а... — Рыбаки. — Наши современные. — Все верно. — Боже, я тут привязывал лодку к ископаемому, которому... — Оказалось мамонт, да. — Куча лет, да. — А в прошлом году мы что могли, достали, изъяли, в музей привезли. Ну, действительно, сохранность шикарная. Но поскольку это был уже, по-моему, вторая половина сентября, и вода уже была достаточно холодная, оборудования не было, там, скорее, там, нырять придется. Поэтому оставшаяся часть раскопок у нас запланирована на этот год. Это южные районы. Ну и, конечно же, вот мы уже два года сотрудничаем с Министерством обороны, которые нам предоставляют совместную экспедицию, помогают организовать. — Сейчас, главное, какую-нибудь государственную тайну не выдать. — Ни в коем случае. — Раз это Министерство обороны. — Я тоже немножко напряглась. — Это тесное взаимодействие с Министерством обороны и русским географическим обществом, направленное на изучение нашей необъятной Родины. Такие вещи происходят, ну, не побоюсь этого слова, ну, может, чуть не во всех регионах как раз нашей страны. И мне отрадно то, что мы достаточно, ну, успешно, что ли, работаем по территории нашей области, и благодаря этому сотрудничеству труднодоступные вот как раз точки, куда действительно на УАЗик это проблемно проехать. Нам удалось все-таки добраться, посмотреть и оценить их. — И куда в этом году? — Что это за локация именно? — В этом, вот как раз в 23-м году мы посетили как раз Малмышский, как раз тоже и Лебяжский, Вятскополянский район. — Ну, это юг все, да? — Да. А в этом году это уже... — А где там особо труднодоступные места же? Я просто родом из тех мест, из юга Кировской области, не знаю. — Я приведу тогда пример, который из позапрошлого года уже из Нагорского района. И вот там как раз вот по лесистой, болотистой вот этой местности, когда вот ездили, ну, там действительно проехать было весьма-весьма проблематично. А вот в этом году это уже в сторону, можно скажу, да, вот в голову петуха нашего, в общем-то, как раз поедем. — Что там, Луза? — Да-да-да. — Луза, да-да. — Вот как раз в те районы. — Цель какая-то там, кто там может быть? — Вот там как раз очень... — Кроме ягодов, ягодов, ягодов и грибов, да, ягод и грибов. — Нет, мы просто с Алексеем, да, я имела удовольствие в этом году съездить, да, даже на несколько таких вот палеонтологических пикников, да, в связи с тем, что вот у меня сын тоже увлекается палеонтологией. Поэтому я немножко в теме. Я понимаю, что в разных местах можно так разный период найти, и, соответственно, разные там будут находки. Вот, и как раз в тех северных районах есть очень интересные выходы так называемого мелового периода Мезозойской эры. — Это сколько лет назад примерно? — Это около ста тире, там, ну, сто, восемь миллионов лет назад. — Миллионов? — Да-да-да, Мезозойская эра это еще... — Простите, я промахнулся, да. — Чуть-чуть, я согласен. Ну, как говорят про палеонтологов, да, главное называть как можно большее количество, 80, 100, 300 миллионов лет. — Более авторитетно это все будет озвучивать. — Вот, и те районы, ну, действительно, за мою практику, сколько я работаю в музее, мы, пожалуй, туда не выбирались. И поэтому посмотреть нынешнее состояние вот этих обнажений, этих точек, ну, важно для понимания, действительно, в каком состоянии палеонтология-то нашей области как раз находится. — Простите, а кто обитал в меловом периоде Мезозойской эры? — Почему мы... — Сына нет у меня под боком. — Почему мы как раз и не любим, когда в нашем музее говорят слово «динозавры»? Дело в том, что в Мезозойскую эру, когда, ну, действительно, на нашей планете господствовали эти ужасные ящеры, большая часть территории нашей области, она была покрыта морями. — Да-да-да, и поэтому динозавров на территории нашей области, никогда не находили. И, скорее всего, там отложения — это морские отложения, и не исключено, что именно мы можем найти, ну, остатки, ну, каких-то морских рептилий. — Совершенно верно, но не динозавров. Так вот, возвращаясь к тому вопросу, который был задан, это по территории области мы стараемся выезжать. Ну, и всё-таки палеонтология — это наука интернациональная, да и вообще Россия у нас славится многими как раз точками вот в этом направлении, поэтому наши специалисты стараются всё равно выбираться и в другие регионы. Мы выезжаем с экспедициями в Пермский край. Екатеринбург-то это у нас что? Свердловский. — Свердловский область. — Да-да-да. — Пермь, если двигаться на восток далее, Екатеринбург, естественно, да. — Очень надеюсь, что в этом году получится совместная экспедиция в Нижегородскую область. Поэтому, ну, действительно, посещение вот других регионов, тем более с другими специалистами, это здорово расширяет кругозор, обмен научным, опять же, опытом, ну и, конечно же, те фотоснимки, можно получить впечатление. — Вот я и хотела спросить, а как это отражается на работе музея? То есть, что вот такой плюс какой это приносит музею? — Я бы, наверное, ответил на этот вопрос следующим образом. Дело в том, что специалисты, которые, ну, серьезно занимаются вот изучением того или иного вопроса, они чаще всего делают упор на какой-то один определенный объект. Скажем так, наши сотрудники, сотрудники нашего музея, они сосредоточены и в большей степени специалисты по животным пермского периода, которых мы находим на нашем котельническом местонахождении. Но, предположим, вот в 21-м году в Нагорском районе мы нашли уникальную находку, скелет ихтиозавра. И, конечно, мы представляем, что это за животное, когда оно обитало, как оно устроено, но специфика, как этот скелет взять, как его отпрепарировать, как его описать, этих знаний у нас недостаточно. И поэтому мы обращаемся к специалистам, скажем, в Ульяновской области, это Ундеровский палеонтологический музей, который специализируется на этой группе животных, а также к специалистам из того же самого геологического института Российской академии наук из Москвы, который изучает именно эту группу животных, для того, чтобы ее должным образом сохранить, отпрепарировать, описать, ну и представить научному сообществу. А все эти связи как раз образуются только на совместных раскопках и совместных конференциях, на которых мы также стараемся принимать участие. Наших специалистов, наших сотрудников музея куда приглашают? Мы в чем специалисты, чтобы как-то вот... Вот сказали же. Вот по нашей Котельнической и Пермской как раз-то фауне, и вот буквально несколько лет назад наш научный сотрудник Илья Сергеевич Шумов, он выступал научным консультантом как раз для создания вот некой такой программы информационного киоска как раз для музея в городе Красноуфимск, Свердловской области. То есть он уже как раз писал тексты, редактировал вот как раз эту информацию для них, потому что, ну, у них таких специалистов нет. Ну и, опять же, конечно же, как могу не сказать, прямо в эту минуту наши сотрудники помогают работать с палеонтологической коллекцией в городе Ешкар-Ала, у них в Национальном музее. То есть там специалистов-палеонтологов нет, а наши ребята вот сейчас эту коллекцию помогают обрабатывать. — Ну что ж, вот за связи, да? — За связи, да. — За связи, тост хочется поднять. — Мы же палеонтологи, да, поэтому. — Так, возвращаемся к событиям, которые непосредственно происходят в Вятском палеонтологическом музее. Рассказали про встречу, которая будет 23 марта, и чуть раньше, я смотрю на афишу, будет Международный день Земли. 6 плюс возрастное ограничение. Что это за мероприятие такое, Алексей? — Дело в том, что эту традицию мы взяли несколько лет назад и связано с тем, что праздников, на самом деле, у нас великое множество. Если наши боевые радиослушатели зайдут в интернет и вобьют адрес календарь, по-моему, .ру, там практически каждый день какой-то праздник есть, начиная там от дня... — Вплоть, не знаю, до чайной ложки день чайной ложки или там день пуговицы какой-нибудь, по мелочевке очень часто. — День обнифашек и всякая такая вещь. И поэтому мы решили просмотреть вот как раз какие-то крупные праздники и подумать, а какие из них могут быть, ну не то что притянуты, а могут быть связаны именно с палеонтологией. И вот цикл как раз таких вещей мы ежемесячно и проводим. И День Земли — это один из таких праздников. День Земли — международный праздник, который направлен на то, чтобы сохранить нашу планету, предотвратить её замусоривание, бережное отношение к окружающей среде. — То есть это такие тематические дни, получается, да, в музее. Весь день выбирается тема, выбирается праздник, и всё этому посвящено. — Связано, конечно же, с палеонтологией. — То есть проходят какие-то экскурсии, да, вот как-то связанные с этим. И можно узнать, да, расписание. То есть на весь день составляется какое-то расписание, правильно я понимаю? — Да, программа как раз вывешивается у нас и на сайте, и в нашей группе. Ну, мне кажется, наша группа более посещаемая получается. Проводятся те или иные конкурсы, поэтому День Земли не стал исключением. Вносим свой вклад. — Какие ещё вы дни выбрали? Или я помню, был у вас, кажется, День океанов или День китов, что-то такое? — День китов был, был День змей. Конечно же, День геолога мы отмечаем. Такие дни, как День прогулки. — Прогулки? — Ну, серьезно, международный День прогулки. Есть такая вещь. Светлана, вот вам-то уж точно нужно как раз этот праздник отмечать, потому что в этот день мы традиционно экскурсию проводим по городу. — Само слово «экскурсия» переводится как «прогулка». Тем более. И, конечно же, День палеонтолога. То есть вот этот праздник мы стали проводить более так активно. Пожалуй, вот три года мы уже проводим. — А когда День палеонтолога? — 14 августа. Накануне Дня археолога. Это неофициальный праздник, то есть его нигде, он так не афишируется, там в календарях. Просто как-то было принято такое решение. Ну, вот 15 августа День археолога. — Своим профессиональным сообществом просто решили так, а давайте какой-то дату определим. — Мы будем праздновать, да. — И давайте праздновать. И сначала мы, как мы уже сейчас озвучили, просто поднимали тосты, да, вот День палеонтолога и всё. А вот три года назад мы решили, а почему не познакомить с этим праздником достаточно широкий круг людей. И три года подряд мы вот уже на котельническом местонахождении проводим вот этот самый День палеонтолога. Как правило, выбираем субботу. — То есть это вот как раз, в котором я приняла участие. То есть я просто забыла, что это было в августе. — Да, это одно было из наших как раз мероприятий. — Да, это очень интересное мероприятие было, безумно интересно. — И да, мы выбираем, конечно же, нашу главную палеонтологическую мекку, главную палеонтологическую достопримечательность Кировской области, котельническое местонахождение париозавров в котельническом районе. Приглашаем туда всех желающих, проводим обширную экскурсию по этому месту, говорим, чем оно привлекательно, чем оно интересно. Все три года мы показываем настоящие окаменелости, которые выходят как раз из берега, и показываем, как идут палеонтологические раскопки. — Да, прямо при нас был найден, ну, вернее, париозавры там уже часть его какая-то была, голова. И я помню, как вот сотрудник ваш, да, Илья, он при нас обнаружил всё остальное тело, пока вот мы все тут вокруг стояли. — Ну, обнаружил, наверное, это слишком просто сказать. Там же какие-то манипуляции нужно предпринимать определённые. — Да-да-да, мелкое копание, или как я не знаю его назвать. — Это же не просто вещь, которая лежит на поверхности Земли, да? Это же нужно внедряться как-то в это. — Это и не видно. — А нет? — Такие мои обыденные восприятия, ты это никогда и не увидишь. То есть вот сидит сотрудник, говорит, вы что, вот он, позвоночник, вот она, кости, вот они, рёбра. Где? Где они? — Эта картинка, она здорово отличается от того, что показывается в фильмах типа «Парка Юрского периода», например. И, может быть, именно поэтому такой формат мероприятия, такого события и привлекает как раз гостей. Но вот на самом деле вот когда в прошлом году мероприятие проводили, ну, такое ощущение, что, наверное, человек с порядка сорока, наверное, собралось на эту экскурсию. Хотя мы планировали человек на 20-25 максимум. Ещё какому количеству, какое количество было у нас в резерве? Ну, мало ли кто-то откажется. И уже какому количеству, получается, нам пришлось отказать? Потому что, ну, места уже физически не было. Поэтому, ну, действительно, возникает вопрос о масштабировании, что ли, этого события. И я очень надеюсь, что в этом году... И поддержки. Ну, это, конечно, совсем было бы, это неплохо. Вот, поэтому в этом году мы бы хотели, конечно, всё-таки интерес гораздо большего количества участников, ну, всё-таки удовлетворить и сделать праздник. Так, время стремительно мчится вперёд. Вот у нас буквально пять минут до рекламной паузы. И, разумеется, буквально в каждом пульт походе мы наших гостей спрашиваем о планах непосредственно. А у нас ещё надо... Связанных с 650-летием. Да, в том числе и с 650-летием. Музей готов. Ну, 650 лет городу по сравнению с тем, с кем вы работаете, это вообще ни о чём. Да, каких-то 650 лет. Но всё-таки какие у вас задумки в этом юбилейном году? Нашим париозаврам 260 миллионов лет. Нет, поэтому как-то так. Нет, на самом деле то, что в этом году действительно юбилей города, это здорово и замечательно. Программа, она шикарная, насыщенная. И действительно, мы надеемся на активность и жителей города, и увеличение, ну, какого-то определённого там туристического потока. Но это в конечном итоге возлагает и определённую ответственность, потому что интерес и требования вот к тем мероприятиям, к тем событиям, которые должны проводиться, ну, с моей точки зрения, будут чуть повышены. И так совпало, что именно в этом году у нашего музея праздник, день рождения с какой-то определённой круглой датой. А давайте не будем называть. Я согласен. Да, мы зададим этот вопрос слушателям через несколько минут. Согласен. Я поэтому и говорю, что... Сколько в этом году исполняется лет музею палеонтологическому? И в рамках как раз этого мероприятия мы, скажем так, увязали и наше юбилейное как раз мероприятие, ну, и, конечно же, вот такие общегородские. И скорее вот в рамках этих событий мы, конечно же, вот хотели особенно провести вот уже озвученный день палеонтолога, то есть сделать его, ну, действительно более обширным, более открытым, не знаю, более динамичным. Буквально вот как раз перед эфиром пришёл из Центра развития туризма, там как раз шло обсуждение вопросов, а как событий на это мероприятие нужно проводить. Очень интересные уже мысли в голову зашли, поэтому осталось только их доработать. Конечно же, в этом году мы обязательно постараемся провести нашу уже очередную палеонтологическую конференцию для школьников, то есть которая также будет приурочена, ну, действительно, к юбилейным событиям, мероприятиям. Приедут гости из других городов, и, конечно же, в августе, я думаю, что они успеют, ну, ряд мероприятий наших городских, в рамках нашей конференции успеть посетить. Мы юбилейную выставку, приуроченную к юбилею музея и города, открываем в октябре в Дарвиновском музее, то есть тоже будет такое достаточно, ну, пусть в Москве. Мы, Киров, да, ну, вот выйдет туда, экспозиция. Два года подряд мы выставляемся на главной, в главном, естественно, научном музее страны. В этом году будет третий год подряд, поэтому столица... Ну, экспонаты каждый раз, они новые, да? Конечно же, да, это не одна и та же. Подборку вы делаете свежую. Конечно. В этом году мы уже везем, наконец-то, хищников наших, скотельнического местонахождения, поэтому, да, выставка будет суровая и клыкастая. Ну и, конечно же... Символично, да. Москва, дай нам денег. Если бы, если бы, мы же бюджет... Им бы как скалится, да. Ну и, конечно же, планируем, ну, действительно, в ноябре у музея непосредственно день рождения, но тут программа, она пока еще в такой стадии, ну, сырой, что я бы пока ее, наверное, не озвучивал. Ну, несколько слов еще до рекламы успеем сказать о работе с детьми, о чем мы, да, немножко упомянули, да, уже? Ну, вот Светлана про своего сына сказала, да, что он интересуется всеми этими вещами. Это все продолжается. Вы регулярно проводите мероприятия, да? Да, я вот уже услышала, что будет конференция для школьников. Я уже и задумалась здесь, а что нам написать в этом году? Палеоигротека у вас традиционное, да, мероприятие есть? Это да, раз... Шесть плюс возрастное ограничение. Да, у нас по определенным дням проходит так называемая палеоигротека, когда родители с детьми могут как раз прийти к нам в музей, и в те или иные, ну, несложные настольные игры в том числе с волонтерами, которые у нас в музее в этот момент находятся, ну, как раз к теме палеонтологии приобщиться. Ну, а кроме того, наша сотрудница проводит еще и школу юного палеонтолога. Что это есть такое? Ну, действительно, в какой-то определенный момент, в какой-то определенный этап мы выяснили, некоторые из учащихся боятся, ну, начать заниматься, что ли, этой наукой, потому что палеонтология — это выговаривается-то, ну, иногда можно не сразу выговорить, вот, а уже погрузиться в эту науку, ну, действительно, считают, ну, чем-то таким сверхъестественным. Поэтому школа юного палеонтолога, она направлена на то, чтобы плавно подвести как раз учащихся к тому, чтобы они поняли, чем занимается эта наука, как она этим занимается, и какие-то свои первые, ну, не знаю, шаги в ее постижении, постигании как раз можно было бы получить. И, да, вот наш методист Екатерина Смирнова, она действительно проработала целую программу, проконсультировалась с коллегами из Санкт-Петербурга, соответственно, как это работает у них. И сейчас мы постепенно внедряем это в нашу работу. Количество мест, конечно же, пока небольшое, ограничено, но только по той простой причине, что мы откатываем эту программу, ну, и выбираем формат работы. Завершаем на этом культпоход. Благодарим нашего гостя Алексея Торопов, директора Вятского палеонатологического музея, Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Всем хорошей пятницы. Спасибо. Прекрасного дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...